Вас замучила тоска по родине, вы соскучились по своим родным и близким, вас тянет обратно домой? Решение есть! Анти-ностальгин и Родина-мать вас не забудет! Боже, ты не видел мою палочку с третьим жиром? Наберегало заработать! Боже, ты не видел мою палочку с третьим жиром? Поехали! Вперед! Поехали! Ну вот, мы подъехали к первому магазину, в котором мы будем делать сегодняшнюю закупку, и это один из самых популярных в Англии магазинов Моррисон. Я заранее составляю список для того, чтобы мне было удобнее ходить, и записываю его в телефон, чтобы его нигде не забыть и не потерять. Что, пошли? Подожди, стой! В магазине Моррисон я люблю покупать мясо, поэтому мы сейчас прямиком отправляемся туда. Еще, мне очень нравится. делать мясо в духовке. Поэтому здесь вот опять видите, очень хорошая скидка я считаю, то есть на вот такой вот неплохой кусочек мяса. Вот допустим вот такой вот кусок мяса в килограмм 100 стоит всего 10 фунтов. Что для Англии очень неплохо. Неужели? И опять у нас сегодня неплохая скидка. Ну как неплохая. Все, лишь 13 центов. Но цена относительно цена и качество здесь очень хорошая. В Морисоне можно купить и все остальное. Но так как у нас сегодня цель показать где дешевле что можно приобрести, то мы поедем в следующий магазин и идем. Первое, что мы тянем, это вода. Вода здесь недорогая, но очень вкусная. Вот так все повалено на землю. Сложено, не очень красиво. Да, но зато если вы хотите закупить достаточное количество неплохих продуктов за приемлемую цену, то вам сюда. Вот например голодая картошка. У нас 59 центов. Салат. Мне очень нравится, потому что здесь две маленькие, два маленьких салата в одной упаковке очень удобно. 69 центов. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Авокадо. 89 центов штучка, но они очень такие вот большие и вкусненькие. Возьмем тоже дверь. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Помидоры. Мы тоже купим здесь. Сейчас я буду попробовать. Помидоры стоят фунт 99 и очень-очень вкусно пахнут, прям как с огорода. Да, что мне очень нравится, что, например, конина веточка, а вторых у них действительно запах помидоров. Я, конечно, не знаю, насколько они прям как с огородом, но хочется в это верить. Вот такие мы доверчивые. Идем дальше. Огурцы. Я бы сказала, самые дешевые, наверное, из всех магазинов. 37 центов. Возьмем парочку. Мы переходим к бутам. Ананас. 79 центов. Берем? Берем. По этой стороне у нас сладко. Сладко, честно сказать, так. Теперь здесь поэтому проходим мимо. Посмотри, какая чудная девочка! Ну, конечно, сыров есть несколько видов. То есть, от самого нежного и мягкого до твердого любимого англичанами сыра. Мы возьмем вот такой вот майлд чеддер. Тоже очень хорошая цена. 1,49. А детки у нас любят вот такие вот бэби-белл. Мы сегодня тоже купим. 1,99. 10 штучек. Еще здесь можно купить очень даже неплохую сметану. Она продается вот в таких баночках. Называется Крем Фрашен 41 пив. Кстати, тоже очень удобно занять. И очень схожа с нашей сметаной. вообще либо это немецкий магазин, когда немецкие продукты похожи на 200 грамм 41 пенц. Замечательно. Поразительно. Молоко мы обычно покупаем полу жирное. Мы нахожу с эмис ким килл. и стоит 95 центов 2 литра. Кстати, что мне очень здесь еще нравится покупать, это яйца. 175 пи 10 штук. И еще здесь очень хорошая цена на сахар. 45 пи. еще кстати и длина любит покупать майонез. Именно вот этот вот, потому что у него тоже очень хорошая цена 75 пи. Ну, есть такой, есть такой. и на вкус очень вкусный. По отличу от других английских майонезов. Тоже возьмем. Мы приехали в наш третий магазин InterTest. Тоже один из популярных магазинов в Англии. Как вы видите, он называется Test Extra, потому что он довольно-таки большой. Самый большой из всех, которых мы были перед этим. Пошли. Подожди, стой! Возьму витаминчиков немножко на 50 рублей. 25 штучек. И стоят они килограмм 68 пи. Надо покупать свежий хлеб, поэтому мы покупаем либо вот такие французские булки, либо булочки. Его пекут с самого утра. Булочек, которых здесь опять-таки сейчас нет. поэтому давайте мы возьмем кстати, сказать, что такая же булка блинная стоит 45 центов. Естественно! Мы любители кофе, поэтому для нас опять-таки сегодня хорошая скидочка в кунду, коста кофе. очень даже неплохой. Тесты здесь очень разнообразная чаевка, как видите, целый стенд большой. я очень люблю вот эти пищи. Сейчас какой-нибудь выберу себе. Несмотря на то, что они в пакетиках, но они натуральные. просто их удобно заваривать. Я так думаю, что все-таки я возьму вот этот сегодня. Пахнет вкусно, будем пробовать. Как он называется? Wild Apple and Cinnamon Tea и сейчас он стоит фунт 89. А я думаю 8. А вообще коробочка красивая. Так, кофе купили, давайте теперь подберем что-то к сладкому. Например, вот такие бельгийские профитроли, эклерчики. Очень вкусненькие со свежей измитрицы. Вакуум. Сладем в корзину. Идем дальше. Такие вот свеженькие донусы. Чем они в польщике? Описано с джемом. Наверное, я думаю, с клубничных. 65 кг. Сейчас в каждом большом магазине есть и продукты польские, литовские, латвийские. В данном случае это польские. Здесь тоже можно выбрать даже пельмени. Но я думаю, мы все-таки поедем в польский магазин отдельно и покажем вам, что нужно купить там. сейчас купим сок. Соков большое, разнообразие разных. Мы предпочитаем покупать либо сейчас покажу вот они дальше. Мы уже пройдем. Мы предпочитаем покупать либо вот эти соки капелла, либо соки инусен. наверное сегодня возьму яблочный стойком это маленький нет. Стоит он 3 пункта, но он того стоит. И возьму вот этот вот дробик сейчас со скидкой 2,50. Гениально. Рыбу мы сегодня купим вот такой филе. Стоит она 12,50 килограмм. скажу честно, не недешево, зато без всяких костей, головы, хвостов и так далее. Будем запекать ее в духовке очень вкусно. Это просто праздник какой-то. Идем покупать овощи для супа. Это капуста у нас. Каза вот 60 пив. Давайте купим еще вот эту вот зеленью. У нас ее дочь очень любит кушать в отваренном ветер. стоит она 39 прополи. Еще очень прекрасно. Много витаминов и мало денег. И возьмем англ вот такой вот пакетик 1 килограмм 45 килограмм. Большим плюсом является то, что приехав в большой магазин можно не только закупиться, но можно и также заправиться. Не очень по хорошим ценам. Сейчас мы приехали в супермаркет латышско-литовско-польских товаров и вы увидите какое разнообразие продуктов в этом магазине. Пойдемте. Пойдемте. сюда. Юля, что там набирают? Мы набираем наши любимые срочки карум с латвийского производства. вот наконец-то мы дома наконец-то потому что я ужасно не люблю шопинг вот ну а мы сейчас будем раскладывать наши продукты готовить кушать кушать вот все спасибо что следили за нами что с нами до новой встречи пока поели теперь можно и поспать а щенок сеттера случайно никому не нужен